Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Джин Диксон тоже можно назвать нашей современницей. Она родилась в 1904 году, а умерла в 1997. Впрочем, здесь есть разночтение. Сама она утверждала, что родилась в 1918 году. Это привело к тому, что однажды даже было проведено журналистское расследование, установившее точный год ее рождения. Из каких соображений она это делала, непонятно. Возможно, причина банальна. Женщины любят преуменьшать свой возраст. Ее называли придворной ясновидящей Белого дома. И особенно активно она сотрудничала с Франклином Рузвельтом, Пермональдом Рейдоном. Также и услугами за пределами США активно пользовался Уинстон Черчилль. Да, это и понятно. Ее предсказания сбывались. Она предсказала убийство Кеннеди, гибель экипажа Аполлона, раннюю смерть Мерилин Монро. Впрочем, список можно продолжать долго, но думаю, в этом нет необходимости. Иначе она просто не стала бы придворной ясновидящей Белого дома и мировой знаменитости. Дар ясновидения у нее проявился в раннем детстве. Из позиции ноосферного мировоззрения этот дар точно не шарлатанство, поскольку свои пророчества она тоже делала в состоянии гипнотического транса. И в этой публикации, кстати, это имеет особое значение. Суть. Еще в детстве ей встретилась цыганка, которая ей предсказала, что она будет проведицей мирового уровня. И в честь этого подарила ей свой годальный шар. Напоминаю, об этих шарах облегчающий вход в состояние гипнотического транса. Я уже рассказывал. Кто хочет узнать об этом поподробнее, отсылаю в моей подборке. Белый всадник. Ссылка будет под роликом. Этот шар она хранила как величайшее сокровище всю жизнь. Но незадолго до смерти он у нее неожиданно пропал. Есть мнение, что депрессия, вызванная утратой этого шара, и привела к ее смерти. Вот, кстати, как она выглядела. На снимке она как раз с этим шаром. Я опять не буду заходить в дебри. Напоминаю, у нас первая ознакомительная публикация. Только вводящая в курс дела. И поэтому давайте сразу о ее пророчествах. Об Америке и об России. Как я уже сказал, по мнению придворной ясновидящей Белого дома, Соединенные Штаты ждет, так сказать, печальная судьба в любом случае. Почему в любом случае? США в 21 веке перестанут быть лидирующей страной в мире. По двум возможным причинам. Первая та же, что у Эдгар Кэсси. Геологические катаклизмы, которые нанесут по Америке страшный удар, но при этом минимально затронут Россию. Но возможен и другой вариант развития событий. Мощный экономический кризис, который приведет к распаду Америки на несколько государств. Позже на основе пророчеств Джима была составлена карта распавшейся Америки. Вот она. Россия же, как я сказал, согласно ее пророчествам, ждет великая судьба. Она предсказала распад Советского Союза. Но это, так сказать, будет только при людей. Дальше союзное государство восстановится. И к 21 веку станет самым могучим на планете. Самое же главное, Россию ждет длительный стратегический союз с Индией. Почему это самое главное? Каждый, кто считал роман Ивана Ефремова «Лезвие бритвы», знает, какую огромную роль он придавал стратегическому союзу России и Индии. Все дело в том, что только этот союз может обеспечить тот невероятный научный рывок, который предсказывают России многие пророки. Напоминаю, научный рывок, который позволит России, точнее российским ученым, осуществить на практике даже индивидуальное биологическое бессмертие и подарить его каждому из нас. Я уже сказал, что очень важно, что Джин делала пророчество в трансе. С позиции ноосферного мировоззрения значение этого измененного состояния сознания гипнотического транса невозможно переоценить. В состоянии транса человек может не только видеть будущее, как Джина, но и прошлое, и очень далекое прошлое, отстоящее от нашего времени на тысячи лет. Сегодня многие ученые на полном серьезе считают, что это видение далекого прошлого в состоянии транса. Это память о наших с вами прежних жизнях. Индуизм же, состояние транса, изучает уже очень много тысяч лет. И он там лежит в основе того, что принято называть медитацией. Иван Нефремов подчеркивал, что современный метод научного познания, аналитический, через расчет и эксперимент, нужно дополнить интроспективно, то есть методом познания через состояние транса. И не просто дополнить, а на равных, или, как он писал, диалектически, сочетать его с аналитическим методом познания. И понятно, что здесь колоссальный, а точнее многотысячелетний опыт индуизма, а точнее йоги и тантры, невозможно переоценить. И именно диалектическое сочетание этих двух методов и позволяет российской науке совершить тот невероятный рывок, о котором говорят многие пророки. И да, лично я согласен с тем, что такой рывок вполне позволяет подарить каждому человеку биологическое бессмертие. Поэтому, думаю, предсказание Джин Диксон обосновано вполне. В качестве фрагмента, иллюстрирующего мои слова о России, я сегодня решил дать фрагмент с ролика с канала на Ютубе Адала Астра. Там есть указанный момент об Индии. Хотя, понятно, он там упомянул вскользь. Блогеры, незнакомые с носферным мировоззрением, не понимают его значения. Но очень надеюсь, мы это постепенно поправим. Вот этот фрагмент. Джин Диксон видела, что Советский Союз распадется. Но также она говорила, что из осколков разграбленной страны образуется мощное государство. И к середине 21 века оно будет лидером на земле. А Россия вместе с Индией образует мощный альянс, равного которому еще не было. К тому времени США и Европа погрязнут в глубоком экономическом кризисе. Джин предупредила, что Россия сможет объединить все славянские земли. И в этом будет ее сила. Многие страны выразят желание присоединиться к России. И к концу 21 века Славянская империя станет самой огромной, процветающей и богатейшей территорией в мире. Если понравилась публикация, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Делитесь публикацией в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите другие мои публикации. Поддерживайте канал Донаты. Ссылка, по которой каналу можно оказать помощь, будет под роликом. Субтитры создавал DimaTorzok